Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Сегодня два месяца, как я не курю. Ну, ощущения разные, ребята. Ощущения разные. Скажешь, что я себя стал лучше чувствовать? Ну, может быть. Я сейчас набрал веса, а тем не менее, вот, а дышки нету всё равно. Ну, набрал я веса тоже из-за того, что бросил курить. Но, честно говоря, вот эта борьба мне что-то начинает уже надоедать. То с алкоголем боролся, то с курением, то с лишним весом. И, в общем-то, ну чё, вся жизнь пройдёт в борьбе. Вот. Ну, не знаю. У меня разные мысли. Хорошо, давайте новости. Ну, я не курю, да. Семьи погибших в крушении МН-17 обратились к властям России. В письме говорится, что необходимо раскрыть правду о крушении МН-17, а также установить ответственность за преступление. Отмечается, что для этого Россия должна сотрудничать с ООН в расследовании, а именно признать свою часть ответственности в уничтожении МН-17. Ну, кому не обращается? К товарищу Пу! Да, глупые. А, вот Совет Европы, да, ЕС, Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Боинга. Ну, да, как раз вот уже годовщина. Очередная. Факты, фейки и молчания офицеров. Павел Коныгин, это где-где-где, новая газета, рассказывает, почему через пять лет после катастрофы МН-17 Москва не боится итогов официального расследования и может отразить любой удар. Я вам не буду всю статью читать, она огромная. Да всё потому, что у Путина есть атомные бомбы. Вот и всё. Если бы не было этой атомной бомбы, то давным-давно бы всё это дело прекратили и грохнули бы его. Так, в Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов. Ничего, развернулись, да, астраханцы. Недавно что-то про них тут кто-то писал, что ой, как хорошо там жить. Под уголовное преследование попали 16 человек, в том числе три областных министра, бывший министр и начальник отдела по работе с населением. Да, да, они работают с населением. Подробности 47 миллионов. Всё то же самое. А тут им ещё какого-то Боинга боятся. Бывший король Малайзии развёлся СМИ с Москва. Ух ты, недолго музыка играла. Да, недолго фраер танцевал. Стороны оформили неотменяемый развод. Ох, даже такие есть. Ранее сообщалось, что русская жена экс-короля Малайзии родила сына. Но ещё надо выяснить, от кого она родила-то. Может, от охранника. Назван самый плохой день для рубля. Бла-бла-бла, большая статья. Концовка такая. На последнюю пятницу июля в Центробанке назначено заседание по монетарной политике, которое способно развернуть рубль в сторону падения. 26 июля. Помните? 26 июля. Так, Володин предложил изменить Конституцию. Да ему время от времени. У него глисты, что ли? Вот когда глисты начинают выходить вечерней лошадью из него, так вот у него вечно поправьте в Конституцию. Ой. Эксперт. Я даже не стал читать какие. Ну, дурацкие, естественно. Эксперт назвал условия стабильной работы ГТС Украины. А что это у меня... Что-то не так у меня было. Не, не так у меня было. У меня было, Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России. Раньше была одна игрушка. Доллар. Доллары предрекают катастрофу. Теперь Украине предрекают катастрофу. Да. И вокруг вот ходят, ходят. Что за глупости? Драка с участием россиян произошла где? В аэропорту Греции. В Солониках отдыхали. И подрались. Ну, пока ждали. Делом-то надо заняться. Хоть каким-нибудь. Опубликовано новое видео издевательств над осужденными в Ярославской колонии. Да. Опять 25. Не знаю, как осуждённые или осужденные, как правильно. Я что-то и так, и так слышал. Так, что тут ещё? А, вон что. Россияне превратили инстаграм леди гади в чат о глупцах и пробках. Ну, издеваться просто начали всё. А у неё никто не моделирует. Если бы я не моделировал, то вы можете себе представить, что бы у меня творилось на моём Ютьюбе? А, мне одна женщина написала насчёт подарков на Одноклассниках. Ну, типа, я со всей душой. Ребята, я на Ютьюбе. На Одноклассниках я, ну, так вот, просто аккаунт завёл. Одно время я себя удалял, ну, сейчас оставил. Ну, ребят, не надо подарков. Это глупость большая. Вот что вы играете в какие-то игры, которые вам навязывают Одноклассники? И вот в такие игры с подарками, и просто в игры какие-то там играют, играют. Ну, не теряйте время попусту. У меня сегодня такое настроение философское. Москва вошла в пятёрку культурных столиц мира. Ой, а кто ж её туда внёс? Выносите срочно, срочно выносите Москву матершинницу из культурных столиц мира. Господи. Так, двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске. Помните, да? Ферверчное изделие. Там шандарахнуло, и действительно женщину одну погубили они своими фейерверками. Тоже вот глупость, да, очередная. Фейерверки какие-то. Путин поздравил Меркель 65-летием по телефону. Интересно, а по телефону он может её отравить или нет? Да может, наверное. Там подсыпят, он ей звонит, она да, слушаю, и нюхает вот из трубки, и всё. Это же чекисты. Вся большая, самая большая гадость от чекистов. В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну. Интересно, а когда в России завершится эксперимент по имитации государства, имитации президента, имитации Верховного Совета, оппозиции? Всё же имитация, эксперимент какой-то там, там где-то проводят эксперимент. Вот смогут люди жить или нет? А когда расстреливают каждого десятого, будут жить люди или нет? Будут. Всё равно девять останутся и будут рады, счастливы, что у них такой президент, что они не попали, их не пересчитали. Военные полицейские вернулись в Чечню и Сирию без потерь. 400 военных полицейских. А что они там делали? Да это всё брехня. Что без потерь, неужели они скажут, Господи, в России выросло убыль населения? Ну это да, вот да. Число родившихся с января по мае 600 тысяч человек, число умерших 780 тысяч. За аналогичный период прошлого года, естественно, убыль населения составил 147 тысяч, да? А сейчас 180 тысяч. Ребята, вымирает, вымирает население России. Ну и разъезжается заодно. По разным странам. В США предложили Путину, а, назло Путину отдать Украине турецкие F-35. Ну и правильно. Украинцы будут на них кататься, лятать. Да, может быть, да. Вполне такое может быть. Анна Седокова призналась, что тратит более миллиона рублей в месяц. Господи, я даже знаю, как она их зарабатывает. Я вот на неё тут посмотрел, да, и всё. Сразу видно. На певицу работает около 15 человек. Смотри-ка, я ненасытная. Которым каждый месяц нужно уплачивать зарплату. Сейчас вынуждена платить за съёмную квартиру. Бедняжка никак купить не может. И делать ремонт в собственном жилье. Миллиона месяцев в месяц не хватает. Надо её пожалеть. Надо ей денег послать. Суд США запретил экс-советнику Трампа пользоваться соцсетями. Кто бы Трампа запретил? Нарушил условия освобождения из-под стражи, да ещё до начала судебного процесса. Во, у него судебный процесс. В январе 2019 был задержан бывший советник предвыборного, так хочется сказать, советчик, предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун. Ему предъявлено обвинение по 7 пунктам. Дача ложных показаний, подкус свидетелей, а также попытки воспрепятствовать правосудию. С ума сойти. И юности рост розничных продаж в США в 2 раза превысил прогноз. Ну так пишут прям в 2 раза, но ожидали на 0,2, стало 0,4. Ну ладно, да. Продают. А если продают, значит покупают. Правильно говорю. Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Блумберг. А знаете почему? А потому что он расфигачил 35 миллиардов в, хотел сказать, в преферанс. Нет. В основанной им супругой фон Билла и Мелиндой Гейтс. И он деньги жертвует со страшной силой. И до сих пор он сокрушается, что они позволили Гуглу запустить операционную систему Android. Действительно хорошая система. В Москве сдержали женщину после покупки препарата для ребёнка. Она заказала за рубежом, её обвинили в контрабанде. Тяжело больной ребёнок, в России таких нету, она заказала. Контрабанда. А до этого ещё какую-то тоже. Тоже само обвинили препарат от судорог, который предназначался для её сына, неизлечимо больного. Надо же. Чем займутся? Это импортозамещение, да? Чем займутся Путин и Лукашенко на Валааме? Ох, я бы сейчас сказал, чем они там займутся. Ох, я бы сейчас сказал, чем они там займутся. Нет, вот якобы они пойдут в музей. Ну, а теперь так называется. В греческом зале, в греческом зале. СБУ сдержала водителя тягача с буком и сделала Боинга МН-17. Ого! Молодцы! Это служба безопасности Украины. Вот тот, который вёз этот бук, из которого его сбили. Да, задержали. Ну, и правильно сделали. Выставят его в этот, как его? В ГАГу. Компания Илона Маска, Нейролинк, впервые показала свои технологии для соединения мозга с компьютером. Ребят, это от ТАСС. Стартап был создан миллиардером в 2017 году, с тех пор оставался сверхсекретным. И впервые показали. Смотрите, значит, смысл какой? Вот прям из мозга, да? Ну, как вот через USB, вот из мозгов втыкаешь, вот, и соединяешь мозг с компьютером. Нифига себе, да? Ближайшая цель – научиться имплантировать чипы парализованным людям, чтобы они могли использовать компьютеры и телефоны. Прям умственно. Раз, раз и всё. Ну, вообще здорово. Молодцы, ребята. А чё, чё, чё в России-то? А в России ничего подобного. Даже не ожидается. Так. А, последнее у меня, знаете что? У нас предупреждение. Прут. Прут предупреждение. Вот сейчас у нас, значит, время 8.53, ну, 9 часов утра. Сейчас уже температура 26. Днём будет 30, 32, а завтра 35, а в пятницу 37 градусов. Жары, ребята, жары. И вот везер, то, что вот на, ну, на компьютере, да? Round Lake, United States. И предупреждение. Хит, хит. Жара, ребята, жара, которая спадёт. Начнёт спадать в субботу, и в воскресенье только будет 29 градусов, потом 24, ну, и опять вот так у нас жара страшная. Всего хорошего, до свидания. Я сегодня, мне сегодня ехать надо к моему врачу. Так неохотно, вы не представляете. Ну, вот, может быть, я не знаю, как у меня сегодня будет. Меня такие вещи выбивают из колеи. Пока, с вами доктор Влад. Субтитры сделал DimaTorzok